Добрый день, я попросила разрешения остаться здесь, но если меня плохо слышно, я могу выйти к трибуне. Вы знаете, поскольку у нас круглый стол, он предполагает своего рода дискуссию, поэтому, если возможно, я сразу вступлю в дискуссию с нашим уважаемым ведущим. Дело все в том, что ситуация с медиа, на мой взгляд, ситуация с медиа в России близка к катастрофической, а многие независимые СМИ, в общем, являются вымирающим видом. И я попытаюсь, в общем, эту довольно нехитрую мысль донести с помощью фактов. Давление, на мой взгляд, на независимые СМИ, оставшиеся, началось ни месяц, ни два, и даже не полгода назад. И не с Крыма, и не с конфликта на востоке Украины. Для себя я эту дату определила как в декабре 2011 года, и как раз вот сегодня три года с знаменитого митинга на Болотной, и массовые протесты зимы 2011 года против фальсификации на выборах в Госдуму, и, собственно, послужили триггером для властей для того, чтобы начать преследовать независимые СМИ. Как мне кажется, давление идет по всем фронтам, как со стороны законодательного нашего органа, то есть Государственной Думы. В запретительной лихорадке Государственная Дума перешла все возможные границы. Если нам скоро запретят дышать, знайте, что это было принято на голосовании, и воздержавшихся не было. Кроме всего прочего, идет давление на собственников СМИ, идет экономическое давление, но об этом, я думаю, лучше расскажет Мария Макеева, поскольку у нее это, к сожалению, личный опыт. Ну и, кроме всего прочего, существуют и прямые запреты на профессию для независимых журналистов. Если мы будем говорить о законодательной лихорадке, запретительной, в которую впала Государственная Дума, то я могу привести вам всего несколько примеров из огромного, поверьте, огромного числа законов, которые были приняты за этот год или за эти полтора года, которые так или иначе ограничивают свободу СМИ. Почему я считаю это важным? Дело все в том, что, как мне кажется, вот этими законами Государственная Дума прежде всего нарушает право человека на доступ к свободной информации. А как бы происходящее напоминает снежный ком. Но давайте я перейду к фактам. Вот, например, за последний год были внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности, в статьи об экстремизме. Сейчас под статью об экстремизме может попасть любое СМИ, которое даст слово человеку, который может усомниться в том, что присоединение Крыма было сделано законным образом. Любое сомнение тут написано в территориальной целостности Российской Федерации, а напомним, что по закону Российской Федерации сейчас Крым входит в состав Российской Федерации, рассматривается как акт экстремизма. Значит, что наказание за эту статью? Значит, осужденные по этой статье будут лишены права заниматься некоторыми видами деятельности, в частности, журналистикой, помимо штрафов и возможного тюремного заключения. Там же расширено понятие о государственной измене и шпионаже. Сейчас, как государственная измена, например, рассматривается, передача сведений, помощь иностранному государству, международной или иностранной организации, если их деятельность направлена против безопасности России. Но, как мы понимаем, это очень вольное толкование. Против безопасности России может быть направлена... Это очень расплывчатая формулировка. И более того, были разъяснения, что, например, передача сведений о подлоге на выборах международным наблюдателям может быть рассмотрена как государственная измена Российской Федерации. Карается от 10 до 12 лет лишения свободы. Значит, законопроекта о СМИ иностранных агентах. Вы знаете, что сегодня, может быть, знаете, что сегодня Государственная Дума окончательно определилась, что на полгода раньше вступает этот закон в силу. И с сентября 2015 года иностранные инвесторы не будут иметь право владеть средствами массовой информации в объеме больше, чем 25%. Значит, 20, простите, 20%. Закон об информации, информационных технологиях и защите информации запрещает нам не только призывы к участию в массовых акциях, несогласованных митингах, но также и информацию о них. Таким образом, вспомним, что по закону в России митинги и массовые акции носят уведомительный характер. То есть люди, которые организовывают какой-то митинг протеста или какую-то акцию, или даже пикеты, обязаны просто уведомить власти о том, что они будут вот в этом месте тогда-то проводить акцию. Но сложилась практика разрешений. И если этот митинг не согласован с властями или власти не дали разрешения на него, то информация об этом митинге совершенно спокойно может привести к блокировке вашего ресурса в интернете, например, или к запрету на публикацию. Значит, нам нельзя информировать даже, например, в любом случае, о митинге, я не знаю, возмущенных жителей, которые не хотят точечной застройки, если их митинг не разрешен властями. Закон о защите детей. Казалось бы, в общем, правильный закон от вредоносной информации. Но давайте послушаем, как звучат формулировки в этом законе. Значит, он предусматривает наказание, внимание, за любые сведения, которые могут потенциально нанести вред несовершеннолетнему, станут побудительным мотивом для совершения им деструктивных действий, нанесут ему моральный вред или вызовут чувство страха. Понимаете, в чем дело? То есть, потенциально любая новость даже о пожаре может вызвать у ребенка чувство страха. Таким образом, любое СМИ, которое сообщает о пожаре ли, о катастрофе ли, или о падении самолета, потенциально подпадает под этот закон. Наказание административный штраф или приостановка деятельности медиа до трех месяцев. Значит, несколько законопроектов находятся в стадии разработки и посвящены так называемому чистому интернету, то есть фильтрации всего интернет-трафика уже на входе в Российскую Федерацию. Таким образом, доступ к нежелательным ресурсам может быть ограничен в любое время. Ну, я не буду говорить о том, что оскорбление чувств верующих у нас, конечно, принят был закон, и правда, оскорбление чувств атеистов никто не рассматривал. Ну, да бог с ним. Значит, поправки к закону о рекламе, и это напрямую касается присутствующей здесь Марии Макеевой как заместителя главного редактора телеканала «Дождь», тогда, когда кабельным телеканалам запрещают размещать рекламу, если они показываются в так называемые платные телеканалы. Значит, закон о запрете персональных данных, который обязывает все иностранные компании, так или иначе связанные с российскими пользователями, хранить сведения о российских пользователях на российских серверах. Это ставит под угрозу не только все социальные сети иностранные, которые, естественно, присутствуют в Российской Федерации, Facebook и Twitter, но это ставит под угрозу и форумы, например, на иностранных изданиях, где русскоязычные пользователи оставляют свои комментарии или оставляют свои данные. А видите ли еще в чем дело, что история вот этих законодательных запретов, она в своем роде уникальна, потому что это реактивное состояние Государственной Думы. Я более чем убеждена, что пресловутый закон о блогерах, который приравнивает блогера, у которого 3000 подписчиков, к средству массовой информации, и он будет нести такую же ответственность, как вот и я, зарегистрированное средство массовой информации, был принят из-за одного человека по фамилии Навальный, потому что влияние его на благосферу было настолько сильно, что выгоднее было принять такой закон против конкретного блогера, а заодно заткнуть рот и всей остальной благосфере. Закон об иностранном владении, как по моему мнению, был тоже принят только потому, что с одной из последних независимых, слава богу, здесь и Дмитрий Муратов еще, и с одной из последних независимых газет, а именно газеты и ведомости, власти не могли справиться ни с помощью собственников, ни с помощью прямого давления, потому что газета и ведомости, как известно, в ее основе лежат три западные медиахолдинга, и для того, чтобы повлиять на редакционную политику, у власти нет рычагов. Значит, приняли такой закон. То есть это реактивные законы, каждый из которых несет задачу, так или иначе, конкретной отрасли, конкретному медиа, конкретной ситуации, то есть ее прекратить или заткнуть рот неугодным. Что касается, и это только что связано с законодательством, что касается запретов, связанных, ну в смысле не запретов, а ограничений, связанных или в давлении, связанных с владельцами ресурсов, то мы прекрасно понимаем, что медиа очень редко являются в России профильным активом большинства владельцев. Есть, например, господин Усманов, и у него есть большой бизнес, и еще немножко газеты-коммерсанты. Есть, был господин Потанин, у которого был очень большой бизнес, и еще немножко медиа. А также, точно так же и все остальные. И поэтому, когда на одной чаше весов у владельца лежит весь его основной бизнес, а на другой чаше весов лежит медиа, то достаточно угрозы его основному бизнесу для того, чтобы медиа прекратила раздражать Кремль. Это на самом деле то, что произошло с издательским домом коммерсант. На предыдущей сессии упоминался главный редактор издательского дома коммерсант, которого уволили, но это не очень, к сожалению, правильный пример. Сначала коммерсант превратился в абсолютно беззубое издание, а потом уже уволили главного редактора, как выполнившего эту задачу и больше ненужного Кремлю. Что касается давления через инвесторов, у нас совсем недавно в России, значит, помимо коммерсанта, помимо ленты, был закрыт не очень большой, но достаточно влиятельный ресурс сайт «Русская планета». Недовольство вызвало некий левый либерализм в политике этого ресурса. Владелец прямо сказал, «У вас не хватает в политике русского космизма, вы не рассматриваете российскую цивилизацию как отдельную и особую». И поэтому главный редактор был уволен. Если говорить о прямом давлении, то мы знаем историю с радиостанцией и сайтом «Эхо Москвы», где под угрозу увольнения попал главный редактор, но этого не состоялось, Алексей Венедиктов, за то, что подчиненный ему сотрудник написал твит, который показался оскорбительным людям из администрации президента, которые в свою очередь повлияли на владельца, а именно «Газпром-медиа». Таким образом, ситуация, в которой оказались независимые медиа в России, вообще на самом деле близка к катастрофической, потому что, с одной стороны, законодатели не оставляют попыток окончательно заткнуть рот, с другой стороны, экономическая модель предполагает, что экономические рычаги в качестве владельцев или прямого давления на рекламодателей с запретом размещать рекламу на том или ином неугодном ресурсе точно так же действуют. Ну и, помимо всего прочего, существует еще один аспект жизни медиа в России, а именно «Роскомнадзор». Это ведомство, которое может заблокировать любой ресурс в интернете за несколько минут. Делает оно это по представлению Генеральной прокуратуры или по решению суда. Но, к сожалению, в России распространена практика досудебных блокировок. Что такое досудебная блокировка? Например, позавчера был юбилей, сайт «Грани.ру», который был образован, по-моему, в 2000 году, был заблокирован в сотый раз. То есть сто раз подряд «Роскомнадзор» блокирует сайт «Грани.ру». При всем при этом у руководства этого сайта нет никаких документов, на основании чего были заблокированы, какие из статей этого ресурса или этого сайта были неугодны генпрокуратуре. А формулировка во время судебного разбирательства звучала так. Тенденциозная направленность «По совокупности мы в качестве профилактической меры заблокировали доступ к вашему ресурсу». Что такое досудебная блокировка? Понятно, что для того, чтобы заблокировать, нужно несколько минут. Для того, чтобы разблокировать сайт, требуются недели. Но есть еще и судебные блокировки, потому что по решению местных судов в Хабаровской области, в Смоленской области, были заблокированы такие ресурсы, как, например, YouTube на территории всей области или в какой-то момент случайно был заблокирован Яндекс, крупнейший портал в России, по совершенно безграмотному решению суда. Поэтому, конечно, независимые медиа находятся в условиях выживания. И пусть я не кажусь Кассандрой вам на сегодняшний момент и говорю, что вижу трое, упавшее в прах, но мне кажется, что на самом деле ситуация близка катастрофически, и она требует постоянного и пристального внимания, потому что поддержки, как бы, внутри мы, насколько можем, друг друга поддерживаем, но этой поддержки явно мало, и нам нужно внимания международного сообщества. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова